Поваленные деревья, затопленные улицы, грязевые водопады на пляжах. Таковы итоги погодных сюрпризов последних нескольких дней. Из-за забитых ливневок городская дренажная система не справилась с выпавшими осадками. Ливень, который за последние дни уже несколько раз обрушивался на наш город, опять доказал, что Одесса не готова к непогоде. От дождей сильного ветра валились деревья, городские улицы. На несколько часов были превращены полноценные водоемы. Рейки, в том числе и грязевые, как выяснилось, тоже впадают в море. Благодаря отвратительной дренажной системе они истекали туда прямо со ступенек лестниц, ведущих на пляже. В результате ливня затопило не только подземные переходы, но и проезжие части улиц Приморской, Балковской, Французский бульвар, Таможенную площадь. Последняя после ливня украсилась массой песка, принесенного дождевой водой с Двалановского спуска. А на улице Черноморского казачества местные жители сами открывали конвенционные люки, чтобы вода сходила с проезжей части. Впрочем, поселку Котовского, как всегда, повезло в кавычках больше всего. Он также был затоплен, причем в некоторых местах затопленными оказались целые дома. Там, где была повреждена крыша. Из-за штормового порыва ветра не выдержали три дерева. Одно упало в гурсаду, второй на улице Базарная. На военном спуске упавшее дерево придавило автомобиль. В мэрии же оправдываются тем, что это, оказывается, дождевые осадки. Забили ливневые стоки. Впрочем, если эти самые стоки находились бы в нормальном рабочем состоянии, никаких дождевых затоплений в городе бы не было.